К разработчику приходит потенциальный клиент и говорит, хочу сайт разработать. Сколько это будет стоить? Разработчик спрашивает, а есть какая-то проектная документация на разработку этого сайта, чтобы мы могли оценить по ней объем работ? Клиент, нет. Ну тогда сходите сначала спроектируйте этот сайт, а потом возвращайтесь к нам. Вот хороший проектировщик Егор Камелев, например. И клиент приходит ко мне, говорит, Егор, я тут сайт хочу разработать, но разработчики сказали, что для того, чтобы оценить разработку, мне нужно его сначала спроектировать. Такой, ну да, все верно. Сколько стоит проектирование? Говорю, ну для того, чтобы узнать, сколько стоит проектирование, нам нужна документация на проектирование этого сайта. Клиент такой, да что ж такое, мне опять к кому-то идти? Я говорю, нет, сейчас мы эту документацию с вами подготовим. И мы садимся и готовим документ под названием функциональные требования к тому или иному проекту. Это как раз тот самый документ, который позволяет мне как проектировщику оценить, сколько будет стоить разработка проекта. Причем я делаю этот документ вне зависимости от того, пришел ко мне клиент с голой идеей, без какой-либо документации, или он пришел со своей собственной документацией, то есть он уже создал какой-то файл с названием описание проекта, или даже с громким названием техническое задание на проектирование. Не важно. Чаще всего эти документы пишут не специалисты, но даже если эти документы пишут специалисты, мне все равно обязательно нужно сделать документ в своем формате. И в первую очередь для того, чтобы клиент понял, что я буквально своими словами могу повторить задачу, которую нужно выполнить для клиента. И если я ее повторяю правильно своими словами, значит, скорее всего, я сделаю именно то, что нужно, и не на косячу, и мне можно доверять. Вторая цель этого документа — это, очевидно, оценка объемов работ. После того, как все составлено, я въехал в проект, теперь я все знаю и могу сказать, сколько времени и сколько денег займет его проектирование. Ну и, наконец, мы этот документ используем в качестве приложения к договору и подписываем договор уже на основе вот этих функциональных требований к тому или иному проекту. Как долго пишутся такие документы? Да по-разному, зависит от размера проекта. В среднем день мне хватает буквально часа-двух, чтобы собрать во время живых переговоров с клиентом все необходимые данные для составления этого документа, а потом пара-тройка часов на то, чтобы составить этот документ. Работа уже такая более или менее рутинная, с чем-то новым и уникальным не приходится сталкиваться. Поэтому чаще всего в один день поговорили, на следующий день я уже скидываю ссылку на документ с функциональными требованиями. Сколько стоит эта работа? Тоже тут два варианта. Если клиент пришел ко мне с каким-то небольшим сайтом, и я с ним час пообщался, и за этот час уже вытащил все необходимые данные для составления документа, то эта работа ничего не стоит. А если клиент приходит с какой-то сильной, большой, объемной, трудной системой, и я вижу, что я буду собирать сведения, собирать данные для этого документа в течение нескольких дней, а потом еще сам документ писать в течение нескольких дней, тут я уже оценю вот этот этап, сбор функциональных требований к проекту. Представляете, какая-то цепочка получается. Он пришел к разработчику, тот говорит, чтобы оценить разработку, нужно спроектировать. Пришел к проектировщику, проектировщик говорит, чтобы спроектировать, нужно оценить проектирование. А потом еще тот же проектировщик говорит, оценка проектирования тоже стоит денег. Но, к счастью, она оценивается уже проще. Так на глазок прикидываешь, сколько это займет по времени, и оцениваешь. Хотя бывают и более сложные случаи, допустим, при проектировании ERP-систем. Но что-то я отвлекся. Что в документе? Давайте посмотрим на живой пример функциональных требований к реальному проекту. Обратите внимание, как я его называю. Я пишу сначала название проекта, потом Ft. Это для того, чтобы в огромном списке функциональных требований у меня в Google Doc'ах я мог его легко найти визуально. Потому что когда-то, когда я начинал этим заниматься, я писал функциональные требования, а потом название проекта. И у меня там потом 50 документов, которые называются функциональные требования. То есть начало названия у всех одинаковое. Вот мелочь, а наматывайте на ус. Сначала название проекта, затем обозначение Ft. Заголовок. Кто написал этот документ, я прям ввел в привычку указывать авторство. Опять же, важно, если мое имя легко гуглится, то можно просто... Ну, то есть если меня можно легко найти в поисковиках, введя имя и фамилию, то можно указывать просто имя и фамилию. Если бы это было не так, я бы, наверное, еще добавлял какие-то дополнительные контактные данные проектировщика. Дальше я пишу все простыми словами. Первый раздел — это что проектируем. Вот смотрим. Зарубежный, каталог и интернет-магазин дворников и аксессуаров для автомобилей. Этот абзац текста, он маленький, простенький, но он супер важный. Потому что когда я через три года вернусь к этому документу, прочитав его, я сразу пойму, о чем здесь идет речь. И если бы этого абзаца текста не было, этого маленького предложения не было, мне бы приходилось по вот этим функциональным требованиям и по структуре проекта догадываться о том, что мы тут делаем. Раздел особенностей, он опциональный, обычно его нету. Здесь я пишу, что запуск проекта будет в три этапа, что под проект создается отдельная организация. Это все необязательная часть документа, это я уже как-то для себя сделал. Дальше я перечисляю группы пользователей. Это не авторизованные посетители и авторизованные пользователи. Группы пользователей нужны для того, чтобы я для разных пользовательских каких-то ролей описал разные сценарии взаимодействия с системой, разные интерфейсы. То есть очевидно, что не авторизованный посетитель вряд ли сможет управлять, не знаю, своим избранным или чем-то таким. А авторизованные это могут делать. У них есть личный кабинет, у них есть возможность редактировать личные данные. Вот это в двух словах простое отличие разных групп пользователей. Дальше я пишу примерную структуру того, что я проектирую. Раньше, в прошлом, я сразу приступал к описанию функциональных требований, а структуру писал в конце. Сейчас этот раздел я перенес чуть-чуть повыше, потому что по структуре проще сориентироваться. Вот я открываю документ и вижу, для неавторизованных посетителей у нас есть главное, каталог, подбор по автомобилю, база знаний, оплата и доставка, тестовые лаборатории и так далее. То есть я довольно быстро въезжаю в суть того, что здесь есть. Если этот документ будет смотреть специалист в проектировании, ему эта информация с примерной структурой будет гораздо важнее, чем информация с функциональными требованиями, потому что функциональные требования — это уже детализация. Это мы уже въезжаем в тему, вникаем вглубь, и здесь может быть довольно много букв, и сложно сориентироваться. Вот эта вот структура, она очень поверхностная. Я здесь буквально прописываю треть из всех необходимых разделов. Ну, посмотрите сами. Каталог. В каталоге есть бренды. В брендах есть отдельный бренд. В бренде есть серия, товар, распродажа, аксессуары. Ну, то есть здесь нет углублений каких-то из серии. Какие модальные окна есть на странице, какие дополнительные страницы есть в тех или иных сценариях. Вот, допустим, корзина, оформление заказа. Но очевидно, что в оформление заказа входят пять различных экранов. Там чекаут, страница «Спасибо за покупку» и прочие штуки. Здесь в примерной структуре интернет-магазина я описываю все не так подробно, как мог бы. Почему? Потому что этот документ, он как вектор направляет меня в определенном направлении, в проектировании. Но он должен позволять мне во время работы отказываться от каких-то запланированных вещей и их изменить. Что это значит? Если я слишком детально на этапе предварительной оценки проектирования все распишу, то я уже буквально на этом этапе занимался проектированием. Тогда чем мне заниматься на следующем этапе, когда я реально проектирую? Проектирование подразумевает создание чего-то из ничего, и мне нужно много свободы для действий. Поэтому в этом документе я описываю все достаточно подробно для того, чтобы я все-таки сделал в итоге интернет-магазин, а не какой-нибудь маркетплейс. И достаточно поверхностно для того, чтобы, проектируя интернет-магазин, у меня было много маневров, много просторов для действий. Дальше я описываю функциональные требования. Наконец мы добрались к тому участку, который присутствует в названии документа. И я пишу простыми словами, что могут делать различные группы пользователей. Я перечисляю, что могут делать неавторизованные посетители. Ну вот пошло перечисление. Выбрать язык интерфейса, указать регион, ознакомиться со сводной информацией и так далее, и так далее. Все эти вещи, они довольно типовые. После десятых функциональных требований внезапно понимаешь, что не так много вещей могут делать пользователи в различных совершенно проектах. Они могут с чем-то ознакомиться, они могут чем-то воспользоваться и так далее. Поэтому в итоге через сотню таких документов я подготовил отдельный документ под названием «Шпаргалка к составлению функциональных требований». Ссылку я, наверное, дам на этот документ в описании к этому ролику. Посмотрите сами. То есть если вы даже никогда не составляли функциональных требований вот в таком виде, то, глядя на ту шпаргалку, используя вот эти стандартные типовые фразы, можно по-быстренькому все составить. Плюс увидеть какие-то вещи, которые вы могли упустить в процессе. Ну и, наконец, последний раздел — это сроки. Я здесь указываю, в течение какого количества календарных дней с момента предоплаты я закончу работать над проектной документацией. Точнее, не так. В данном случае я работаю именно над интерактивным прототипом в Акшуре. После него может быть следующий этап по названию «Написание функциональной спецификации». И я обязательно указываю, сколько времени потребуется на промежуточные переговоры. Потому что если у клиента нет этого времени, он подписался под договором, а времени не нашел, то он ставит под угрозу, в общем-то, успех всего предприятия. И мне важно, чтобы у него была возможность общаться со мной в те моменты, когда это требуется. Вот такой документ. По нему у меня есть еще вебинар. Я тоже дам ссылку в описании, где я рассказываю о том, какие вопросы задаю клиентам для сбора вот этих вот функциональных требований на первичных переговорах. А на этом вроде все. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. А, да, и обязательно подписывайтесь на мой канал, читайте описание к этому видео. Там много всякого полезного и интересного, в том числе моя бесплатная книга нормального фрилансера. Все, теперь точно все. Спасибо за внимание. Увидимся с вами в следующий раз.